Спортивный мир сколыхнула новость. Лучший биатлонист России Антон Шипулин задумался о завершении карьеры. Скандал с Мартеном Фуркадом не мог не сказаться и на результатах, и на настроении всей команды. Конечно, не исключаю, что это было, возможно, сказано и на эмоциях, потому что сейчас большое давление идет на Антона. Мы, конечно, его поддерживаем в принятом решении. Этот эпизод стал самым обсуждаемым на чемпионате. Француз Мартен Фуркад наехал на лыжу тюменцу Александру Логинову. После этого Шипулин и Логинов отказались пожимать руку на подиуме именитому сопернику. Нервы сдали и у российского голоса биатлона. Мартен, ты свинья! Вот это можно сказать на всю страну! После этой реплики соцсети заполнили хэштеги и картинки, высмеивающие француза. В одном из заведений Тюмени начали подавать вот такой бургер под названием «Съешь Фуркада». Внутри свиная котлета, а сверху на булке можно разглядеть свиной пятачок. Блюдо пришлось по вкусу поклонникам биатлона, в том числе Ирине Николаевой. Организатор фан-сборной России недавно вернулась с чемпионата Европы. И не все болельщики вели себя корректно по отношению к тюменским стреляющим лыжникам. Когда ребята поднимались на подиум, были выкрики болельщиков про допинг. И вот в основном это были болельщики с Украины. Это позиция болельщиков. Каждый вправе говорить то, что он хочет. Но я думаю, что все-таки более лояльными нужно быть. Фуркад, Шипулин, Логинов, допинг, отмена чемпионата мира. Мы решили поинтересоваться у тюменцев, а что они знают про скандалы в мировом биатлоне. И знают ли они вообще о них. Я знаю, кто такой Шипулин. А кто такой Фуркад? Ну тоже получается, он немецкий, нет, биатлонист. Ну, французский. Ну, бывает. Тут считают тоже неправильно. Не надо свиньями называть всеми этими. Это не в нашу пользу играет, поверьте. Когда мы так вот лучше корректно, вежливо, спокойно. И мы добьемся своего. Мы, как тюменцы, мы вообще должны отстаивать свою гордость, чтобы здесь Олимпиада прошла. Фуркад и Шипулин все-таки пожали руки. Теперь ждем медали от наших биатлетов на чемпионате планеты. И надеемся, что жемчужина Сибири все-таки примет французских, немецких и других именитых спортсменов. Никита Филиппов, Алексей Безделов, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. Тюменское время.